Сэр Артур Канан-Дойль. Возвращение Шерлока Холмса. Черный Питер. Никогда я не видел моего друга в таком расцвете духовных и физических сил, как в 1895 году. Известность его все росла, практика все расширялась. Из уважения к чужим тайнам я не позволю себе даже намекнуть на имена тех знаменитых людей, которым случалось приступать порог нашего скромного жилища на Бейкер-стрит. Надо сказать, что Холмс, как все великие художники, работал только из любви к искусству. Я не слышал, кроме единственного случая с герцогом Холдернеским, чтобы он требовал крупного вознаграждения за свои неоценимые услуги. Он был настолько бескорыстен или настолько независим, что нередко отказывал своей помощи богатым и знатным людям, если не находил ничего увлекательного для себя в расследовании их тайн. В то же время он целые недели ревностно занимался делом какого-нибудь бедняка, если это дело было настолько загадочным и волнующим, что могло зажечь его воображение и давало ему возможность применить свое мастерство. В этом памятном 1895 году Холмс произвел целый ряд любопытных и разнообразных исследований, начиная с выяснения причин внезапной смерти кардинала Тоске по настоятельному желанию Ватикана и кончая арестом преступника Уилсона. Этот знаменитый канареечник был вместе с тем истинной язвой лондонского Ист-Энда. Вслед за этими громкими делами возникла трагедия Вудмансли, погиб при самых страшных и таинственных обстоятельствах капитан Питер Керри. В моих записках о деятельности Шерлока Холмса был бы большой пробел, если бы в них отсутствовал рассказ об этом странном происшествии. В течение первой недели июля мой друг так часто и так надолго уходил из дому, что я понял, он чем-то занят. За эти дни несколько раз к нам заходили какие-то люди сурового и грубого вида. Они спрашивали капитана Безела. Это убедило меня, что Холмс, скрывая под одной из своих многочисленных масок и под вымышленной фамилией свое собственное грозное имя, ведет какое-то новое расследование. В различных районах Лондона у него было по меньшей мере пять укромных местечек, где он мог изменять свой облик. Холмс ничего не рассказывал мне об этом новом деле и не в моем обычае было вызывать его на откровенность. О том, в каком направлении он работает, Холмс впервые дал мне понять довольно необычным образом. Как-то раз он ушел из дому еще перед завтраком. Я только что сел за стол, как вдруг он входит в комнату, не снимая шляпы и держа, словно зонтик под мышкой, громадный гарпун. «Черт возьми, Холмс!» – вскричал я. «Неужели вы хотите сказать, что гуляли по Лондону с этакой штукой?» «Нет, я только ездил к мяснику». «К мяснику?» «И вот возвращаюсь домой с прекрасным аппетитом. Знаете, как полезны физические упражнения перед завтраком?» «Но, держу пари, вам ни за что не угадать, какие именно упражнения я проделывал». «И не собираюсь угадывать». Холмс, посмеиваясь, налил себе кофе. «Заглянули бы вы в заднюю комнату лавки Алардайса, так увидели бы, с потолка свисает свиная туша, а какой-то джентльмен, сняв сюртук, яростно старается проткнуть ее вот этим оружием. Этот джентльмен – любитель физических упражнений. Я. И, увы, оказалось, что мне с одного удара ее не проткнуть. Не хотите ли попробовать сами?» «Ни за что на свете. Но для чего вы этим занимались?» «Мне кажется, это имеет непосредственное отношение к загадочной истории Вудмансли». «А, Хопкинс! Я получил вашу телеграмму вчера вечером и ждал вас. Входите, сейчас будем завтракать». К нам вошел худощавый, подвижный человек лет 30. На нем был скромный шерстяной костюм, но его выправка свидетельствовала о том, что он привык носить военный мундир. «Я сразу узнал Стэнли Хопкинса, молодого инспектора полиции, который, по мнению Холмса, подавал большие надежды». Хопкинс, в свою очередь, считал себя учеником знаменитого сыщика и восхищался его научными методами. Лицо Хопкинса было хмуро. Он опустился в кресло с видом глубокого уныния. «Нет, благодарю вас, сэр. Я уже позавтракал. Я ночевал в городе, потому что приехал сюда для доклада». «И о чем же вам пришлось докладывать?» «О неудаче, сэр. О полной неудаче». «Вы не сдвинулись с места?» «Нет». «Неужели? Видно, придется заняться этим делом мне». «Ради бога. Прошу вас, мистер Холмс. Мне в первый раз поручили важное дело, а я не в силах выполнить его. Умоляю, помогите». «Ладно, ладно. Я как раз внимательно ознакомился со всеми данными следствия. Кстати, что вы думаете по поводу табачного кесета, найденного на месте преступления? Не в нем ли ключ к этому делу?» Хопкинс, казалось, удивился. «Кесет принадлежал убитому, сэр. Там внутри его инициалы. И сделан он из тюленей кожи. А ведь покойный много лет охотился на тюленей». «Но при нем не оказалось трубки». «Да, сэр. Трубки мы не нашли. Он действительно курил мало. Впрочем, мог же он держать табак для приятелей». «Безусловно. Я лишь потому заговорил об этом, что если бы я сам расследовал этот случай, то сделал бы именно кесет отправным пунктам моих поисков. Однако, мой друг доктор Ватсон не знает этой истории, и я тоже не прочь еще раз послушать ее. Расскажите нам в двух словах самое существенное». Стэнли Хопкинс вынул из кармана листок бумаги. «В моем распоряжении есть некоторые данные о жизни покойного капитана Питера Керри. Он родился в 1845 году, значит, ему было 50 лет. Он считался одним из самых отважных и удачливых охотников на тюленей и китов. В 1883 году он командовал паровым охотничьим судном «Морской единорог» из Данди. В этом же году он совершил ряд удачных рейсов, а в следующие вышел в отставку. Затем несколько лет путешествовал и, наконец, купил себе небольшую усадьбу в Удмансли возле Форест-Роу в Суссексе. Там он прожил 6 лет и там же умер ровно неделю назад. Он отличался большими странностями. В повседневном быту этот молчаливый и мрачный человек был строгим пуританином. Семья его состояла из жены и 20-летней дочери. Дом его обслуживали две девушки. Служанки часто менялись, ибо жить там было нелегко, а временами становилось просто невыносимо. Керри часто пил, и когда у него наступал запой, он становился сущим дьяволом. Случалось, что он среди ночи выталкивал из дома жену и дочь и с кулаками гонялся за ними по всему парку. И они бывало так кричали, что в соседней деревне жители просыпались от их крика. Однажды он был привлечен к суду за то, что избил старого священника, который пытался образумить его. Короче, мистер Холмс, трудно сыскать человека более опасного, чем Питер Керри. Я слышал, что таков он был и в те времена, когда командовал судном. Среди моряков его прозвали Черный Питер. Не только за смуглое лицо и огромную черную бороду, но и за его бешеный нрав, который наводил ужас на окружающих. Нечего говорить, что все соседи ненавидели и избегали его. Я не слышал ни единого слова сожаления по поводу его ужасного конца. Вы, мистер Холмс, несомненно читали в протоколе следствия о каюте этого человека. Но ваш друг, возможно, ничего не слышал о ней. Неподалеку от дома капитан выстроил себе деревянный флигелек, который всегда называл каютой. Там проводил он каждую ночь. Это была маленькая, однокомнатная хибарка размером 16 футов на 10. Ключ от нее он держал у себя в кармане. Сам стелил себе постель, сам убирал комнату и никому не позволял переступать ее порог. В двух стенах этого домика прорублено по небольшому окну. Оба окна были всегда занавешаны и никогда не раскрывались. Одно из них выходит на проселочную дорогу. Случалось, в домике целую ночь горел свет, и прохожие с недоумением спрашивали, что же там делает черный Питер. Именно это окно, мистер Холмс, позволило нам установить во время следствия некоторые любопытные подробности. Вы помните, что каменщик по имени Слеттер, который шел из Форест Роу около часа ночи за двое суток до убийства, остановился у владения капитана и посмотрел на квадрат света, видневшийся сквозь деревья. Он клянется, что на занавеске ясно обозначалась тень мужского профиля, но это был не Питер Керри, которого он хорошо знал. Это был тоже бородатый мужчина, но борода у него была короткая, и торчала она иначе, чем у капитана, так утверждает каменщик. Впрочем, нужно сказать, что перед этим он провел два часа в трактире, да и расстояние от дороги до окна порядочное. Кроме того, его показания относятся к понедельнику, а убийство совершено в среду. Во вторник Питер Керри находился в самом ужасном состоянии. Он был совершенно пьян и, как дикий зверь, свиреп и опасен. Он бродил вокруг дома, и женщины, заслышав его голос, закрылись в доме. Поздно вечером он отправился к себе в хижину. Его дочь спала с открытым окном. Около двух часов ночи страшный крик донесся со стороны каюты. Девушка не придала этому значения, ибо капитан в пьяном виде часто кричал и ругался. Поднявшись в семь часов утра, одна из служанок заметила, что дверь хижины открыта настиж, но человек этот внушал такой страх, что до самого полудня домашние не отважились к нему заглянуть. Посмотрев в открытую дверь, они увидели ужасное зрелище, и, бледные от страха, пустились бежать в деревню. Через час я был на месте и приступил к следствию. Нервы у меня крепкие, вы это знаете, мистер Холмс, но, даю вам слово, меня затрясло, когда я заглянул в этот домишко. Он весь гудел, как физгармония от налетевших тучами мясных мух, а пол и стены его напоминали бойню. Капитан называл свое помещение каютой, и вправду оно вроде каюты. Войдешь туда, и кажется, ты на борту корабля. В одном конце комнаты койка, рядом корабельный сундук, на стенах морские карты, фотоснимок с морского единорога, кипа судовых журналов на полке. Все в точности, как полагается в капитанской каюте. И посреди всего этого сам капитан. Лицо искаженное, как у грешника, терзаемого муками ада. А большая черная с сильной проседью борода стала дыбом во время агонии. Широкая грудь пробита стальным гарпуном. Гарпун прошел насквозь и глубоко вонзился в деревянную стену. Капитан был приколот к стене, словно жук булавкой к картону. Конечно, мертв он был с той самой минуты, как и спустил вопль. Я знаком с вашими методами, сэр, и тотчас же стал применять их. Не позволив что-либо трогать с места, я очень тщательно осмотрел землю снаружи и пол в комнате. Но следов не было. Вы хотите сказать, что вы не заметили их? Уверяю вас, сэр, там не было никаких следов. Дорогой мой Хопкинс, я расследовал много преступлений, но ни разу не встречал еще преступника с крыльями. Раз преступник стоит на ногах, он непременно оставит какой-нибудь след. Что-нибудь заденет или сдвинет, и человек, владеющий научными методами розыска, непременно обнаружит самую незначительную перемену в расположении окружающих вещей. Нельзя поверить, чтобы в этой залитой кровью комнате не осталось следов, которые могли бы помочь нам отыскать преступника. Впрочем, из протокола следствия я вижу, что на некоторые вещи вы даже не потрудились обратить внимание. Молодой инспектор насупился. Язвительное замечание Холмса задело его заживое. «Глупо я сделал, мистер Холмс, что не пригласил вас тотчас же», сказал он. «Однако теперь уж ничем не поможешь». Да, в комнате было несколько предметов, заслуживающих особого внимания. Начать с того гарпуна, которым был убит капитан. Кто-то снял этот гарпун со стены. Два гарпуна висят на своих крюках, а третий крюк пустует. На ручке имеется надпись «Пароход, морской единорог, Данди». Это, по-видимому, свидетельствует о том, что преступление было совершено в припадке ярости и что убийца схватил первое орудие, какое попалось под руку. А то, что Керри был вполне одет, хотя убийство произошло в два часа ночи, наводит на мысль, что у него было свидание с убийцей. Об этом говорит и то, что на столе оказалась бутылка рома и два грязных стакана. «Да», – сказал Холмс. «Пожалуй, оба ваши вывода можно принять. А что, в комнате нашлись и другие спиртные напитки?» «Да, на сундуке был поднос. Там стояли графины с коньяком и виски. Но это не имеет значения, ведь графины были полны, значит, к ним не притрагивались». «Все равно их присутствие имеет некоторое значение», – сказал Холмс. «Какие же еще предметы, по-вашему, не имеют отношения к делу?» «На столе лежал табачный кесет». «Где именно?» «На самой середине стола. Он сделан из грубой и жесткой тюленей кожи и завязан кожаным ремешком. Внутри него буквы – ПК. В кесете было примерно с пол унции крепкого табаку, какой курят моряки». «Прекрасно. А еще…» Стэнли Хопкинс вытащил из кармана записную книжку в желтовато-сером переплете. Переплет ее был шероховат и потрепан, а странички пожелтели и выцвели. На первой странице значились инициалы – Д, Х, Н. И дата – 1883. Холмс положил книжку на стол и начал разглядывать ее со свойственной ему тщательностью, в то время как Хопкинс и я смотрели за его плеча. На второй странице мы увидели буквы – К, Т, Ж, Д. Дальше на двух-трех страничках сплошные цифры. На иных страничках были слова «Аргентина», «Коста-Рика», «Сан-Паула». И снова столбцы цифр и каких-то значков. «Что вы думаете об этих записях?» – спросил Холмс. «По-видимому, это опись биржевых акций. Я считаю, что Д, Х, Н – инициалы Маклера, а К, Т, Ж, Д – возможно, его клиент. Или канадская Тихоокеанская железная дорога», – сказал Холмс. Стэнли Хопкинс пробормотал проклятие и стукнул себя кулаком по ноге. «Какой я дурак!» – вскричал он. «Конечно, вы совершенно правы. Теперь нам остается расшифровать значение букв Д, Х, Н. Я уже просмотрел старые биржевые реестры за 1883 год и не нашел ни одного биржевого Маклера с такими инициалами. И все же я на верном пути. Ведь правда же, мистер Холмс? Вполне возможно, что это инициалы того человека, который приходил ночью к капитану, то есть, иными словами, убийцы. А эта книжечка, в которой перечислено так много ценных бумаг, может быть, раскроет нам мотивы преступления. По лицу Холмса было видно, что он сильно озадачен таким поворотом расследования. «Я должен признать справедливость ваших выводов», – сказал он. «Пожалуй, эта книжка, о которой ничего не сказано в протоколе следствия, несколько меняет мои предположения. В обоснованной мною теории для нее нет места. А вы пытались разыскать владельцев ценных бумаг, упомянутых здесь?» «Да, я обратился в разные конторы с запросами. Но ведь это акции южноамериканских предприятий. Боюсь, что получу ответ только через несколько недель». Холмс продолжал рассматривать переплет книжки в увеличительное стекло. «Тут, несомненно, пятно», – сказал он. «Да, сэр, это следы крови. Я ведь поднял книжку с пола. Кровавое пятно было сверху или снизу?» «На стороне, прилегавшей к полу». «Значит, книжка упала на пол уже после убийства». «Правильно, мистер Холмс. Я думаю, что убийца уронил ее при поспешном бегстве. Она лежала у самой двери». «Вероятно, ни одно из ценных бумаг не было найдено среди имущества покойного». «Нет, сэр». «Есть у вас основания предполагать ограбление?» «Нет, сэр. По-видимому, ничего не было похищено». «Черт возьми, какой интересный случай. Там был еще нож, не так ли?» Нож остался в ножнах. Его не успели вынуть. Он лежал у ног убитого. «Миссис Керри говорит, что это нож ее мужа». Холмс задумался. «Ладно», – сказал он. «Полагаю, мне придется съездить туда и посмотреть». Стэнли Хопкинс вскрикнул от радости. «Благодарю вас, сэр. Это снимет с меня тяжкое бремя». Холмс погрозил пальцем инспектору. «Все было бы гораздо проще неделю назад», – сказал он. «Но даже и сейчас моя поездка может принести пользу». «Ватсон, если вы ничем не заняты, я был бы очень рад съездить вместе с вами. Вызовите Кеп. Хопкинс, мы отправимся в Форест Роу через четверть часа». Сойдя с поезда на маленькой станции, мы ехали еще несколько миль по проселкам, уцелевшим от огромного дремучего бора, который некогда сдерживал вторжение саксов. Этот неприступный край в течение 60 лет служил бастионом Британии. Обширные участки его были вырублены, потому что здесь возникли первые в стране чугуноплавильные заводы, а для плавки руды понадобился лес. Теперь промышленность переместилась в более богатые районы севера, и только эти поредевшие рощи и огромные борозды на земле напоминали о прошлом. В прогалине на зеленом склоне холма стоял длинный дом из необтесанного камня. К дому вела извилистая дорожка, мелькавшая среди полей. Ближе к дороге, окруженной с трех сторон кустами, находился маленький флигель, обращенный к нам окном и дверью. Здесь-то и произошло убийство. Стэнли Хопкинс сначала повел нас в дом, где представил угрюмой седой женщине, вдове убитого. Изможденное лицо, глубокие морщины и полный ужаса взгляд запавших глаз с покрасневшими веками говорили о том, что она перенесла годы страданий и горьких обид. Ее дочь, бледная белокурая девушка, вызывающая сверкая глазами, заявила, что она радуется смерти отца и благословляет руку, нанесшую ему смертельный удар. Питер Керри создал в доме страшную, удручающую обстановку, и нам стало легче, когда мы снова очутились на солнечном свете и пошли по тропинке, протоптанной через поле покойным капитаном. Флигель оказался простейшей деревянной постройкой с легкой кровлей и двумя окнами. Одно находилось подле двери, а другое в противоположной стене. Стэнли Хопкинс вынул ключ из кармана и нагнулся к замку. Вдруг он остановился, и на его лице отразилось напряженное внимание и удивление. — Замок хотели взломать, — сказал я. В этом не приходилось сомневаться. Дверь была поцарапана, и белые царапины отчетливо выделялись на краске, как будто их только что нанесли. Холмс осмотрел окно. И окно кто-то пробовал открыть, но не смог. Видно, неопытный взломщик. — Это очень странно, — сказал инспектор. — Могу поклясться, что вчера вечером этих царапин не было. — Может, приходил из деревни какой-нибудь любопытный, — предположил я. — Нет, не похоже. Мало кто решится ступить на двор усадьбы, а уж взломать каюту. Таких смельчаков нет. А вы что думаете, мистер Холмс? — Я думаю, что нам повезло. — Вы полагаете, этот человек придет снова? — Очень возможно. Он попробовал открыть дверь крохотным перочином ножом. Это не удалось. Что ему остается теперь? Вернуться следующей ночью с более подходящим инструментом. — Правильно. Глупо будет, если мы не подкараулим его. А пока разрешите мне осмотреть каюту внутри. Следы трагедии были уже уничтожены, но мебель в маленькой комнате все еще стояла так же, как и в ночь убийства. В течение двух часов Холмс с огромным вниманием осматривал поочередно каждый предмет. Но по его лицу было видно, что поиски безуспешны. Только раз он прервал свое кропотливое исследование. — Вы брали что-нибудь с этой полки, Хопкинс? — Нет, я не трогал ничего. — Здесь что-то взято. В этом углу полки пыли меньше. Возможно, тут лежала книга, а может быть коробка. Пожалуй, больше мне здесь делать нечего. Пойдемте погуляем в этих чудесных рощах, Ватсон. Полюбуемся на птиц и на цветы. Мы встретимся здесь с вами попозже, Хопкинс. Не удастся ли нам поближе познакомиться с джентльменом, который заходил сюда нынче ночью? В двенадцатом часу ночи мы устроили засаду. Хопкинс хотел оставить дверь хижины открытой, но Холмс побоялся, что это спугнет незнакомца. Замок был настолько несложен, что его можно было открыть любым достаточно крепким ножом. Также Холмс предложил, чтобы мы засели не внутри хижины, а снаружи, в кустах, которые росли под вторым окном. Таким образом, нам удалось бы проследить этого человека, если он зажжет свет, и разузнать цель его тайного ночного визита. Наступило долгое, мучительное ожидание. Нервная дрожь охватила нас. Так дрожит охотник, подстерегая водопоя, томимого жаждой зверя. Какой хищник подкрадется сюда из темноты? Лютый тигр, которого можно одолеть только в тяжкой борьбе с его сверкающими клыками и когтями? Или трусливый шакал, опасный лишь для слабых и беззащитных? В полном молчании мы притаились в кустах. Сначала до нас доносились шаги запоздалых прохожих и голоса из деревни, но мало-помалу эти звуки замерли. Наконец, наступила полная тишина. Только бой часов на далекой церкви извещал нас о том, что время идет. Да мелкий дождь шуршал и шептал в листве, которая служила нам кровом. Пробило половину третьего. Наступил самый темный, предрассветный час. Внезапно мы вздрогнули, услышав тихий, но отчетливый скрип калитки. По дорожке кто-то шел. Снова наступила долгая тишина. Я уже подумал, что это ложная тревога. Как вдруг, за хижиной послышались осторожные шаги, а через мгновение ляск и шум металла. Человек пытался взломать замок. На этот раз он действовал более умело, или инструмент у него был получше. Вскоре послышался треск, и дверные петли заскрипели. Затем чиркнула спичка, и в следующее мгновение ровный свет свечи озарил внутренность хижины. Сквозь тонкие занавески мы увидели все, что происходило внутри. Ночной посетитель был худощавый, болезненного вида молодой человек. Черные усики оттеняли мертвенную бледность его лица. Ему, наверное, было немногим больше 20 лет. Я еще ни разу не видел человека, находившегося в таком жалком состоянии. Зубы у него стучали от страха, он дрожал всем телом. Он был одет как джентльмен. Норфолский жакет, короткие спортивные штаны, на голове суконная кепка. Мы видели, как он испуганно озирался по сторонам. Затем он поставил свечу на стол и исчез в одном из углов. Оттуда он возвратился с большой книгой, с одним из тех судовых журналов, целая кипа которых стояла на полке. Наклонившись над столом, он быстро перелистывал страницы, пока не наткнулся на запись, которую искал. Тогда он гневно ударил кулаком по журналу, поставил его на место и потушил свет. Не успел он повернуться к выходу, как Хопкинс схватил его за воротник. Я услышал громкий крик ужаса. Взломщик понял, что его поймали. Свечу снова зажгли. Несчастный пленник был в объятиях сыщика. «Но, милейший», – сказал Стэнли Хопкинс, – «кто же вы такой? И что вам здесь нужно?» Юноша овладел собой и старался казаться спокойным. «Вы, наверное, сыщик?» – спросил он. «И думаете, что я имею отношение к смерти капитана Питера Керри? Уверяю вас, я к этому не причастен». «Это будет видно», – сказал Хопкинс. «Прежде всего, как вас зовут?» «Джон Хопли Неллиган». Я заметил, как Хопкинс и Хопкинс обменялись взглядами. «Что вы тут делаете?» «Могу я надеяться, что вы не выдадите мои тайны?» «Непременно выдадим, еще бы». «В таком случае, какой же мне резон говорить?» «Если вы не скажете, вам плохо придется на суде». Юноша содрогнулся. «Ну что же, скажу», – промолвил он. «Почему бы и не сказать?» «Но как мне отвратительна мысль, что это старое позорное дело снова всплывет на поверхность. Вы когда-нибудь слышали о Даусене и Неллигане?» По лицу Хопкинса я понял, что ему ничего об этом неизвестно. Но Холмс встрепенулся и сказал. «Вы имеете в виду владельцев Западного банка? Они обанкротились на миллион, разорили половину Курнуэльского графства, и Неллиган исчез». «Совершенно верно. Неллиган – мой отец». Наконец-то вскрылось нечто определенное. Но все же целая пропасть лежала между сбежавшим банкиром и капитаном Питером Керри, которого пригвоздил к стене его же собственный гарпун. И мы внимательно продолжали слушать рассказ молодого человека. «Это банкротство фактически коснулось только моего отца. Даусен удалился от дел раньше. Мне в то время исполнилось всего 10 лет. Но я был достаточно взрослый и чувствовал весь позор и ужас того, что случилось. Люди говорили, будто мой отец украл все ценные бумаги и сбежал. Это была неправда. Отец твердо верил, что если ему дадут время реализовать их, все обойдется, и он полностью расплатится со всеми вкладчиками. Он отплыл в Норвегию на маленькой яхте, как раз перед тем, как был отдан приказ о его аресте. Я помню последнюю ночь, когда он прощался с матерью. Он оставил опись тех ценных бумаг, которые взял с собой. Он клялся, что восстановит свое доброе имя и что ни один из его доверителей не пострадает. С тех пор мы больше не слыхали о нем. И яхта, и он исчезли. Мы с матерью были убеждены, что он покоится на дне морском. Есть у нас один верный друг, человек с деловыми связями. Вот он-то недавно и узнал, что некоторые ценные бумаги, бывшую отца, снова появились на лондонском рынке. Можете себе представить наше изумление? Я потратил несколько месяцев на то, чтобы выяснить, откуда они взялись. Испытал множество неудач и затруднений. И, наконец, установил, что продавал их капитан Питер Керри, владелец этой лачуги. Естественно, я стал наводить справки о нем. Я узнал, что он командовал китобойным судном, которое возвращалось из полярных морей как раз в то время, когда мой отец следовал в Норвегию. Осень того года была ненастная, на море бушевали штормы. Отцовскую яхту, вероятно, отнесло на север, где ее и встретил корабль капитана Питера Керри. Если это так, то куда же исчез мой отец? Во всяком случае, если бы Питер Керри помог мне выяснить, как эти ценные бумаги попали на рынок, я доказал бы, что мой отец не продавал их, и что он взял их с собой без всякой корыстной цели. Я приехал в Сусекс повидать капитана, но как раз в это время он погиб страшной смертью. В протоколе следствия я прочитал описание его каюты. Упоминалось, между прочим, что там старые судовые журналы его корабля. Мне пришло в голову, что если бы мне посчастливилось прочитать в одном из этих журналов, что происходило в августе 1883 года на борту морского единорога, я узнал бы загадочную судьбу моего отца. Прошлой ночью я попытался добраться до этих журналов, но не мог открыть дверь. Сегодня моя попытка была успешнее, но обнаружилось, что страницы, относящиеся к этому месту, вырваны. Тут-то вы меня и схватили. «Это все?» – спросил Хопкинс. «Да, все». Глаза юноши забегали при этих словах. «Вам больше нечего сказать?» Он колебался. «Нечего. Вы здесь не были до вчерашней ночи?» «Нет». «А как же вы объясните вот это?» – вскричал Хопкинс, протягивая ему злосчастную записную книжку с инициалами нашего пленника на первой странице и кровавым пятном на переплете. Несчастный пал духом. Он закрыл лицо руками и вновь задрожал. «Откуда же вы ее взяли?» – простонал он. «А я и не знал. Я думал, что потерял ее в отеле». «Довольно», – сурово произнес Хопкинс. «Если вам есть еще что сказать, вы скажете на суде. А теперь вы пойдете со мной в полицию». «Ну, мистер Холмс, я весьма признателен вам и вашему другу за то, что вы пришли сюда помочь мне. Как выяснилось, в вашем присутствии не было надобности. Я довел бы дело до конца и без вас. Но, тем не менее, я вам очень благодарен. Для вас оставлены комнаты в отеле Брэмбл Тай, поэтому мы можем идти в деревню вместе». «Ну, Ватсон, каково же ваше мнение обо всем этом?» – спросил Холмс, когда на следующее утро мы ехали обратно. «Я вижу, что вы не удовлетворены». «О, нет, мой дорогой Ватсон, я совершенно удовлетворен. Но в то же время не могу похвалить Стэнли Хопкинса. Его методы никуда не годятся. Я разочаровался в нем. Я ожидал от него большего. Всегда возможно второе решение задачи, и надо искать его. Это первое правило уголовного следствия. Какое же здесь возможно второе решение? «То, которое лежит в основе моего собственного расследования. Может статься, оно ничего и не даст. Не могу сказать, но пройду этот путь до конца». На Бейкер-стрит Холмса ожидал несколько писем. Он схватил одно из них, вскрыл и торжествующе рассмеялся. «Чудесно, Ватсон! Второе решение назревает. У вас есть телеграфные бланки? Напишите для меня парочку телеграмм». «Самнеру, пароходному агенту. Рэдклифф Хайвей. Пришлите трех человек. Отправка завтра, 10 утра. Безил». «Это мое имя в тех кругах». Второе. «Инспектору Стэнли Хопкинсу. Лорд-стрит, 46. Брикстон». «Приезжайте завтра, 9.30 завтракать. Важно! Телеграфируйте, если не можете приехать. Шерлок Холмс». «Так вот, Ватсон, эта чертовщина преследовала меня целых 10 дней. Теперь я хочу развязаться с ней. Завтра, надеюсь, мы покончим с этим делом и уже навсегда». Точно в указанный час появился инспектор Стэнли Хопкинс. И мы все уселись за великолепный завтрак, который приготовила миссис Хадсон. Молодой сыщик был в восторге от своей удачи. «Так вы в самом деле уверены, что ваше объяснение правильно?» Обратился к нему Холмс. «Еще бы! Случай совершенно ясный». «А по-моему, это дело еще не закончено». «Вы удивляете меня, мистер Холмс. Чего же еще можно требовать?» «Разве ваше объяснение охватывает все стороны дела?» «Несомненно. Я узнал, что молодой Неллиган прибыл в отель Брэмблтай в день, когда было совершено преступление. Он приехал якобы для игры в гольф. Его комната находилась на первом этаже, и он мог уйти, когда ему вздумается. В ту самую ночь он пошел в Удмансли встретиться в хижине с Питером Керри, повздорил с ним и убил его гарпуном. Затем, ужаснувшись дело своих рук, он убежал из хижины и обронил записную книжку. Принес он ее потому, что хотел расспросить Питера Керри насчет этих ценных бумаг. Вы, наверное, заметили, что некоторые из них в списке отмечены крестиками. Это те, что проданы на лондонском рынке, но большинство их, очевидно, находилось еще у Керри. Молодой Неллиган по его призванию мечтал овладеть ими, чтобы выплатить долги отца. Некоторое время после бегства он не отваживался подходить к хижине, но наконец решился, чтобы раздобыть нужные ему сведения. Просто и ясно, не правда ли? Хомс улыбнулся и покачал головой. Я вижу в вашей версии один недостаток, Хопкинс. Она абсолютно неправдоподобна. Вы пробовали проткнуть гарпуном тело. Нет? Так вот, дорогой сэр, вам придется обратить особое внимание на эту деталь. Мой друг Ватсон мог бы рассказать вам, как я упражнялся в этом целое утро. Это не так-то легко, тут нужна сильная и натренированная рука, а удар капитану был нанесен с такой силой, что гарпун глубоко вонзился в стену, пройдя его тело насквозь. Можно ли предположить, что этот хилый юноша способен нанести такой страшный удар? И что он именно тот человек, который глубокой ночью пил ром с черным питером? И что именно его профиль видели на занавеске за два дня до того? Нет-нет, Хопкинс, придется нам поискать кое-кого пострашнее. Во время речи Холмса лицо сыщика все больше и больше вытягивалось. Его расчеты и надежды рушились, но он не сдавался без борьбы. Вы не можете отрицать, мистер Холмс, что Неллиган был там в ту ночь. Явное доказательство этого – книжка. По-моему, для суда этих данных достаточно. Пусть даже в них и есть по-вашему слабое место. А самое главное, мистер Холмс, что мой преступник уже задержан, а вашего человека пострашнее я что-то не вижу. Я склонен думать, что он сейчас поднимается по нашей лестнице, спокойно ответил Холмс. Мне кажется, Ватсон, вам лучше держать этот револьвер под рукой. Холмс встал и положил исписанный лист бумаги на столик, стоявший поблизости. Теперь мы готовы, добавил он. Послышались грубые голоса, а затем миссис Хатсон открыла дверь и сказала, что трое мужчин спрашивают капитана Безела. Впустите их по одному, сказал Холмс. Первым вошел маленький круглый человечек с румяными щеками и пышными седыми бакенбардами. Холмс вытащил из кармана письмо. «Ваше имя?» спросил он. «Джеймс Ланкастер». «Мне очень жаль, Ланкастер, но место уже занято. Вот вам пол Соверена за беспокойство. Пройдите в ту комнату и подождите несколько минут». Второй был высокий, высохший человек с гладкими волосами и болезненным цветом лица. Его звали Хью Пэттена. Он также получил отказ Пол Соверена и приказание ждать. У третьего посетителя была примечательная внешность. Его свирепое бульдожье лицо обросло взгерошенными волосами и бородой, а из-под жестких, густо нависших бровей сверкали смелые темные глаза. Он поздоровался и стоял в позе моряка, теребя в руках свою кепку. «Ваше имя?» спросил Холмс. «Патрик Кернс». «Гарпунщик?» «Да, сэр. 26 рейсов». «Из Данди кажется?» «Да, сэр». «Согласны пойти с экспедиционным судном?» «Да, сэр». «Жалование». «Восемь фунтов в месяц. Могли бы отправиться немедленно, как только получу снаряжение». «Бумаги при вас?» «Да, сэр». Он вытащил из кармана связку потрепанных и засаленных документов. Холмс посмотрел их и возвратил ему. «Как раз такой человек мне и нужен», сказал он. «Вот контракт на этом столе, подпишите его и дело с концом». Моряк в развалку прошел по комнате и взялся за перо. «Здесь подписать?» спросил он, нагнувшись к столу. Холмс склонился над его плечом сянул руки поверх его шеи. «Теперь все в порядке», сказал он. Я услышал ляск стали и рев разъяренного быка. В ту же минуту Холмс и моряк, сцепившись, покатились по полу. Моряк обладал гигантской силой. Даже в наручниках, которые Холмс так ловко надел ему на руки, он мог бы одолеть моего друга. Но мы с Хопкинсом бросились на помощь. И только когда холодное дуло револьвера, прижалось к его виску, он наконец понял, что сопротивление бесполезно. Мы связали ему ноги веревкой и подняли с полу, задыхаясь от борьбы. «Я должен извиниться перед вами, Хопкинс», сказал Шерлок Холмс. «Яйца в смятку, боюсь, уже холодные, но я думаю, такой успешный конец следствия придаст вам аппетит». Стэнли Хопкинс онимел от изумления. «Что тут скажешь, мистер Холмс?» Наконец выпалил он, мучительно покраснев. «Видно, я с самого начала свалял дурака. Нельзя было ни на минуту забывать, что вы учитель, а я всего лишь ученик. Даже теперь, видя вашу работу, я все-таки не пойму, как вы это проделали». «Ладно, ладно», добродушно сказал Холмс. «Мы все учимся на своих ошибках. Вот теперь вы уже твердо запомните, что нельзя упускать из виду второе решение. Вы были так поглощены молодым Неллиганом, что даже не вспомнили о Патрике Кернсе. А ведь он-то и есть убийца Питера Керри». Хриплый голос моряка перебил его. «Послушайте, мистер, я не жалуюсь, что вы так грубо обошлись со мной, но надо все-таки называть вещи своими именами. Вы говорите убийца Питера Керри, а вот я заявляю, что был вынужден убить его. Это далеко не одно и то же. Может, вы не поверите? Может, вы думаете, я плету небылицы?» «Совсем нет», ответил Холмс. «Мы охотно выслушаем все, что вы хотите сказать». «Я буду говорить недолго и, клянусь Богом, каждое мое слово правда. Я знал Черного Питера, и когда он взялся за нож, я схватил гарпун, потому что понимал, что только одному из нас быть в живых. Вот так он и умер. Может, это и называется убийством, мне все равно. Только мне больше нравится испустить дух с веревкой на шее, чем с ножом Черного Питера в сердце». «Как вы очутились в его доме?» спросил Холмс. «Я расскажу все по порядку, только дайте я сяду, так легче будет говорить». Эта история началась в августе 1883 года. Питер Керри был хозяином морского единорога, а я у него с запасным гарпунщиком. Мы выбрались из тарасистых льдов и шли домой. Встречный ветер трепал нас, а шторм не унимался целую неделю. Вдруг натыкаемся на маленькое суденышко, оно дрейфует на север. Всего экипажа один человек, да и тот не моряк. Остальные бывшие на этом суденышке решили, что оно пойдет ко дну, уселись в шлюпку и пошли к норвежскому берегу. И должно быть, все до одного потонули. Так вот, мы этого человека взяли к себе на судно. Они с капитаном долго толковали в каюте. Весь его багаж, принятый к нам на борт, состоял из одной жестяной коробки. Насколько мне известно, имени этого человека ни разу никто не называл, но вторую же ночь он исчез, будто его и вовсе не бывало. Болтали, будто он или сам бросился в воду, или упал за борт. В ту ночь разыгралась сильная буря, только один человек знал, что с ним случилось. Это был я, потому что в глухую темную ночь, за два дня до того, как мы миновали маяки шотландских островов, я собственными глазами видел, как капитан схватил его за ноги и сбросил в море. Я никому не сболтнул ни слова, думаю, посмотрю, что будет дальше. Пришли мы в Шотландию, дело этого никто не поминал, да никто ни о чем и не спрашивал, погиб человек случайно и никому это не интересно. Вскоре Питер Керри вышел в отставку, и только спустя много лет мне удалось узнать, где он сзади той же стеной коробки, но думаю, теперь он мне заплатит как следует, чтобы я держал язык за зубами. От одного моряка, который встретил его в Лондоне, я узнал, что он живет здесь, и приехал, чтобы выжить из него кое-что. В первую ночь он держался благоразумно, пообещал мне такую сумму, что я на всю жизнь был бы избавлен от моря. Окончательно договориться мы должны были через две ночи. Я пришел, вижу он уже пьян, и настроение у него самое гнусное. Мы сели, выпили, поговорили о старых временах. Чем больше он пил, тем меньше мне нравилось выражение его лица. Я заметил гарпун на стене. Пожалуй, он мне понадобится, думаю я. А того наконец прорвало. Ухватил он большой складной нож и полез на изрыгая слюну и ругань. Я по всему видел, что он готов на убийство, но не успел он раскрыть нож, как я пригвоздил его гарпуном к стене. Боже, как он заревел. Его лицо до сих пор не дает мне уснуть. Кровь лилась ручьем, а я стоял и ждал. Но кругом было тихо, и я успокоился. Огляделся, вижу на полке жестяная коробка. У меня на нее такое же право, как у Питера Керри. Поэтому я взял ее и вышел из хижины. Из дуру забыл свой кесет на столе. А теперь я расскажу вам самую диковинную часть этой истории. Только я выбрался на воздух, как вдруг слышу чьи-то шаги. Я засел в кустах, смотрю, к хижине пробирается человек. Вошел в нее, закричал, как полоумный, и пустился бежать со всех ног, пока не пропал из виду. А я всех перехитрил. Прошагал 10 миль пешком, в Танбридж Уэлсе сел на поезд и приехал в Лондон. Когда я раскрыл коробку, оказалось, что в ней ни гроша. Ничего там не было, кроме бумаг, которые я не решился продать. Я потерял власть над Черным Питером и очутился на миле в Лондоне без единого шиллинга. У меня оставалось только мое ремесло. Я увидел эти объявления о гарпунщиках и большом жаловании и отправился к морским агентам, а они послали меня сюда. Вот все, что мне известно. И хоть я прикончил Черного Питера, но правосудие должно благодарить меня. Я сэкономил правительство расход на пеньковую веревку. Весьма убедительные показания, сказал Холмс, вставая и закуривая трубку. Я думаю, Хопкинс, вам следует не теряя времени припроводить арестованного в более надежное место. Эта комната не совсем пригодна под камеру. Мистер Патрик Кэрнс занимает слишком много места на нашем ковре. Не знаю, как и благодарить вас, мистер Холмс, сказал Хопкинс. До сих пор я не понимаю, как вы достигли такого успеха. Просто я с самого начала ухватил верную нить. Зная раньше о записной книжке, она, может быть, так же сбила бы меня с толку, как и вас. Но все, что я слышал об этом деле, вело только в одном направлении. Огромное силище, умение пользоваться гарпуном, бутылка рома, кесет из тюленей кожи с крепким табаком. Все это указывало на моряка, причем на китобоя. Я был убежден, что инициалы П, К простое совпадение. Кесет не принадлежал Питеру Керри, потому что тот редко курил, и в его каюте не нашли трубки. Вы помните, я спрашивал, были ли в каюте виски и коньяк? Вы ответили, что были. Но кто, кроме моряка, станет пить ром, когда под рукой есть коньяк или виски? Да, я был уверен, что это моряк. А как вы отыскали его? Мой дорогой сэр, ведь это же очень просто. Моряк мог быть только из числа тех, кто плавал вместе с Керри на морском единороге. Насколько мне было известно, капитан на другом судне не плавал. Я затратил три дня на телеграммы в Данде, чтобы установить имена команды морского единорога в 1883 году. Когда я узнал, что в числе гарпунщиков был Патрик Кэнс, мои расследования почти закончились. Я считал, что этот человек находится вероятно в Лондоне и не прочь на некоторое время покинуть Англию. Поэтому я провел несколько дней в Эст-Энде, выдумал арктическую экспедицию, предложил заманчивые условия для гарпунщиков, которые будут служить под командой капитана Безела, и вот результат. Замечательно, воскликнул Хопкинс, просто замечательно. Вы должны скорее добиться освобождения молодого Неллигана, сказал Холмс. Думаю, вам следует извиниться перед ним. Жестяную коробку надо ему возвратить, но, конечно, те ценные бумаги, что проданы Питером Керри, уже пропали навсегда. Вот и Кэп Хопкинс. Вы можете увезти этого человека. Если мое присутствие понадобится на суде, дайте нам знать в Норвегию. Точный адрес я сообщу вам позже.